При долгосрочном ремонте автомобиля клиент и мастер подписывают акт приема передачи транспортного средства, в котором помимо стандартного нормативного содержания содержится сведения о наличии в автомобиле зеркал, дворников, антенн, запасного колеса, домкрат, гаечных ключей и других сопутствующих материалов. В акте указывается также состояние марка и номер резины, техническое состояние дисков, внешне-техническое состояние автомобиля, то есть есть ли вмятины, царапины, уровень топлива в баке замеряют, уровень охлаждающей и тормозной жидкости. После внесения сведений об осмотре мастер принимает, а клиент сдает автомобиль. Один экземпляр акта приема и передачи и наряд заказ хранятся у мастера до окончания проведения всех работ. При долгосрочном проведении работ с клиентом обсуждается возможность предоплаты. После завершения подготовительных оформлений и согласований слесарь и ремонтники приступают к работе. По окончании ремонта клиент принимает работу, а мастер сдает ему на руки пропуск, наряд заказ и требования. Клиент получает гарантию на выполненную работу и на запасные части. После этого в столе заказов на основании фактически выполненных работ и израсходованных запасных частей выписывается счет. На наряд заказа проставляется штамп и он сдается на КПП, контрольно-пропускной пункт. После выезда клиента с территории станции наряд заказа возвращается в стол заказов для внесения в базу бухгалтерии. Большое значение в организации ритмичной работы станции имеет своевременное обеспечение производственного процесса необходимыми запасными частями и материалами. Данный вопрос мы с вами рассмотрим в отдельной лекции. Рассмотрим следующий вопрос. Контроль качества выполняемых работ на станции. Технический контроль является составной частью производственного процесса обслуживания и ремонта автомобилей на станции технического обслуживания. Он представляет собой совокупность контрольных операций, проводимых на всех его стадиях. От приемки автомобиля станции до выдачи его заказчику. После выполнения необходимого объема работы. В зависимости от места в технологическом процессе, технический контроль можно разделить на входной, операционный и приемочный. Операционный другими словами можно заменить как текущий, а приемочный окончательный. Основная задача входного контроля заключается в определении дефектов, составлении перечня необходимых работ и определении технологически рациональной последовательности их выполнения. Входной контроль организуется на постах приемки автомобиля. Операции контроля выполняются мастером-контролером, то есть приемщиком. Основная задача операционного контроля состоит в проверке и оценке качества выполнения предварительных операций работы. И определении возможности передачи автомобиля для выполнения последующих операций. Контроль проводят с целью предупреждения возможности появления брака, который так или иначе будет выявлен, и устранения которого потребует дальнейших значительных неоправданных потерь рабочего времени. Этот вид контроля предусматривает проверку качества жестяно-сварочных и подготовительных работ, выполняемых перед окраской, шлифовки коленчатого вала перед его установкой блок двигателя, ремонта заднего моста, коробки передач, амортизатора и другое. Операционный контроль организуется на производственных участках и в цехах станций технического обслуживания. На больших и крупных станциях его выполняют мастера отдела технического контроля. На средних и малых станциях, где нет такого отдела, функции операционного контроля возлагаются на старших мастеров и мастеров участков, цехов и на бригадирах. Основная задача приемочного контроля заключается в определении качества объема выполненных работ. Контроль организуется на производственных участках и постах выдачи. На производственных участках приемочный контроль служит для определения качества работ, выполненных на одном участке. При наличии отдела технического контроля его осуществляют контролеры данного отдела. На средних и малых станциях, мастера участков или бригадиры. Наряду с этим в процессе контроля проверяют. Соответствие фактически выполненных работ, перечисленных в заказ наряде. Состояние узлов, агрегатов и систем, обеспечивающих безопасность движения автомобиля, комплектность автомобиля, правильность оплаты фактически выполненных работ и срок гарантии на различные виды работ. По окончании дополнительных работ производится повторный контроль. Контроль осуществляет в соответствии с технологическим процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей. Продолжение следует...